Всероссийскую премию Каждый год награда вручается за достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа работы ученых и инженеров страны. В год науки и технологий было подано рекордное количество заявок – почти 800. Конечно, когда президент объявил годом науки и технологий, у нас появились дополнительные стимулы для того, чтобы сфокусировать свои усилия, прежде всего, конечно, на вовлечении молодежи и молодого поколения в сферу науки, сближения науки, прикладной науки и бизнеса, технологических партнеров. В этом году сразу 15 номинаций. Лучшей программой о науке стала «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком на телеканале «Культура». А для вручения специальной номинации лучший проект, направленный на защиту исторической правды, на сцену пригласили Сергея Нарышкина. Мы видим, что в последние годы растет потребность наших граждан в объективном историческом знании и растет постоянно. А защита исторической правды, как внутри страны, так и за ее пределами, является очень важной государственной задачей. И от ее решения во многом зависит и будущее нашей России. Решением жюри первое место в этой номинации получил исторический лонгрид «Поколение Д» проекта информагентства «ТАСС». Среди новых номинаций года науки и технологий была специальная премия имени Даниила Гранина. Награду в конце вечера получил Сергей Нарышкин. Именно под его редакцией вышло уникальное издание к столетию службы внешней разведки. В сборнике собраны по-настоящему уникальные документы, большинство из которых опубликованы впервые. Наиболее яркая страница связана с советским атомным проектом. Без привлечения можно сказать, что вот тогда, в 40-е годы прошлого века, советские ученые вместе с советскими разведчиками, работая плечом к плечу, обеспечивали ядерный паритет между двумя сверхдержавами – Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. И, по сути, спасли мир от готовившейся за океаном ядерной войны. Всех победителей, заверили организаторы, помимо денежных призов, ждет поездка на один из космодромов, в Восточный или Байконур, участие в экспедиции к Северному полюсу и продвижение собственного научно-популярного проекта. Служба информации фонда «История Отечества». Фонда «История Отечества»